А всем снова здравствуйте, с вами Техномакс и мы сегодня, видимо, завершаем гнев, потому что у нас остался последний портал и я не знаю, будет там целый мир или только лишь один босс. Но я походил по предыдущим уровням, как видите, собрал и темные брони 100%, и обычные, и патроны набрал какие остались, ну так, по-быстренькому пробежался, поэтому в принципе у нас чем воевать должно быть. Не пойдем. Локация Госпожа Вознесения. Враги неизвестно, тайны 0, реликвия 1. Заметки, впрочем. Холодные перины. Покойся в безмятежном сне, мягком и глубоком, зная, что она хранит нас в жизни и смерти. Мы находим утешение в размытых границах между нашими мирами, ибо знаем, что увидимся вновь. Поспи под камнем, но восстань, когда она вознесется и унесет нас в своих крыльях. Это, кстати, на кладбище было найдено. А также не было прочитано шестое послание, тусклая блеклость. В этом сезоне расцвела меньше цветов, чем когда-либо, и они уже увядают. Слишком рано, слишком. Похоже, что сам цвет решил покинуть этот мир. И так мало осталось тех, кто сможет увидеть краски или почувствовать аромат этих цветов. Мы выпадаем из этого мира, и сам мир распадается. Такие вот непонятные, необычные сообщения. Ага. Что-то лава очень быстро течет, как вода. Но я, наверное, зря напрягался, пытаясь собрать побольше всего. Потому что нам тут прям явно предлагается пополнить запасы по пути. Так что да, это, видимо, босс. Тут прям... Опять какой-то полумогильник, как в начале. Но приходится куда-то идти. Но есть у нас... целых три якоря души, поэтому, я думаю, я его использую. А, тут даже с охранкой есть, и даже свиток. Сугробы скорби. Сейчас мы это все почитаем. Блин, я просто хочу сразу вот это все поломать нафиг, чтобы потом не ломать. Лифт. Моя госпожа безутешна. Несмотря на триумфальное возвращение, она подавлена горем и оплакивает погибших. С каждой ее слезой надежда покидает мир. Пришедшая зима может продлиться вечность. Я ухожу навстречу судьбе, что меня ждет. Прощайте. И да спасет нас от уныния кто-то более сильный. Чего к чему, я так и не понял. Но... Давайте посмотрим по артефактам. По артефактам здесь все, в принципе, в порядке. Можно посмотреть на гранату пустоты. Так, ну давайте смотреть, что нас ждет. А решетка откроется? Или меня там фаршем сейчас выдавит на ту сторону? Спасибо, открыли. Ох, е-мое. Ох, е-мое. Лови. Так, интересная фигня. Сосуд жизни, а есть ли смысл? Че, все что ли? Ты куда пошла? Стой. А-а-а. Какая она страшная, блин. Че ты там поешь, певичка, блин? Вообще... Надо просто хорошенько напихать. Сдохла, что ли? Нет, не сдохла. Ох, ёптвою. Этого я не ожидал. Так, ну давайте заново. В таком случае... Гранату пустоты... В принципе, можно сейчас использовать, пока она внизу, пока не взлетела. Я думаю, граната и урон наносит. Бля, ну это вообще, конечно, чё-то с чём-то. А-а-а. Лететь можно. Вот сюда можно. Даже нужно. А-а-а, я понял. Тут нужно взлетать за ней. А сохранимся, кстати, прямо тут. Полетели выше. Мы сейчас будем возноситься прямо вместе с ней. А-а-а. 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 А-а-а-а. 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 А-а-а. А-а-а. тут вроде бы боеприпасов нету то пошла ты нахер блин что такая сложная тетя не не я сначала соберу все ништяки а потом мы с тобой поговорим надо кстати выше было залезть бля охренеть залезем повыше на самый верх вот сюда тут она меня просто так хрен достанет надо поразрушать памятники может за ними что-то есть а тут есть еще один якорь души хорошо так что у нас есть чтобы ее отоварить бля грёбаные эти штуки да это капец как же она валит а а а а Продолжение следует... 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 давайте сохранимся тут и хорошо было бы даже не знаю эту серию отдельно оставить типа как первый босс хочу это вроде ничего или посмотреть хоть один эпизод тут тут вроде ничего нет пустыня блин стой стой ссылка я блин эти долбаные патроны сегодня возьму или не возьму взял давайте смотреть какой уровень является первым здесь но блин сложно сказать но если начать вот отсюда тот какой-то череп вообще жалко что нельзя вернуться на предыдущий уровень а это что такое плазма а то есть оружие еще будет новая но в принципе ловишность только первый эпизод это просто так привык что у нас шесть видов оружия всего хочу это за череп череп это может быть вон там обсерватория это или что такое пошли в кристаллы короче начнем по часовой стрелке а еще я бы посмотрел вот тот секрет с телепортом внизу вот этот как-то сюда можно запопасть я даже вижу как но я сохранюсь а еще одна печать откровения уже 2 хорошо а а то есть туда можно было отсюда допрыгнуть по моему так вот это место меня смущает но нет там ни хрена нет пустая колонна посмотрим что за замок еще сходим сейчас быстренько я тут только под ноги смотри юга но тут напоминает какую-то реально обсерваторию или что-то такое патроны полная учтем промышленность какая у них могла бы быть промышленность что они тут делали может они из кристаллов вот этих энергопушки какие то есть строили делали кристальные дюны тайны 17 надо посмотреть на крыше есть что-нибудь есть опа на еще одна граната пустоты какая игра замечательная хорошо что я ее нашел и заодно подсказали мне вот таких вот игр давным-давно не хватало о портал ну наверное это портал сюда откуда-то какие-то кристаллы здесь странные чуть-чуть о новый ствол трехствольный плазмомет плазмокопьё надо проверять как она работает тюблин куда это оборвалось ох нихера себе там епический нахер вот это глубина а нам туда спускаться надо я просто к чему нам придется туда прыгать до до тайник а то есть нам все-таки туда надо а это а тут не откроется тут есть здоровье 200 процентов сразу поэтому я возьму наверное сосуд жизни опять же и постараюсь наколотить здоровье там внизу а кислотники кончились у нас до не погнали а тут вода хочу это переключение произошло мне от оружия ну вижу еще патроны пулемет еще вижу ключ от сундука бля не надо сплывать сука идите сюда рыба бля всплываем осколки брони хорошо это нужная вещь я только не понимаю на хрен нам дали вот эти вот 200 хп просто вот самого начала далее этот кубок незачем блин а тут что у нас я не люблю исследовать настолько большие подводные пещеры не пещеры да над поверхностью видно чуть чуть по уши слегка что под водой происходит а это уже у нас море из властелина колец там где они по мосту бежали он разрушился а опять полета я понял сволочи еще один блин летает так ну клыки я все подобрал хорошо надо чтобы он подлетел сюда сука блин какие места неудобные для того чтобы ходить они очень узенькие а учитывая инерцию чемпиона ну чемпиона персонажа то сложно вот так сориентироваться бывает а а а тут новые сундуки злобный анимус устанавливает турель компаньона а а а а а да иногда механизмы называют анимус в таких вот произведениях так чего у нас пулемет есть святилище а а ладно сохранимся барьер думаю не зря а а эх успел ну тут явно можно куда-то залететь если здесь есть врата вот в том лавовом уровне где мы под землей летали я там несколько секретов таких хороших нашел пока летал но опять же а а вон я вижу куда можно залететь все увидел здрасте приехали называется вот куда можно залететь врата какие то тут еще еще выше или мне ключ надо искать да это нужно искать ключ и приходить вот отсюда значит это не секрет так а вот теперь главный вопрос как попасть туда да никак да из-за того что тут много вот таких моментов прыжка летательных в этой игре конечно она блин несколько затягивается а вот и ключ ну опять же это ключ который нам просто так не отдадут да портал с помощью которого можно куда-то сразу же умотать но не будем спешить да твою же дивизию а как на тебя запрыгнуть блин опять начинается вот это вот ебанина с физикой ну понятно туда можно запрыгнуть насколько я вижу наверное а может и нет блин а может и да таки да сюда можно запрыгнуть только непонятно на какой хрен тут как будто бы ничего нет кроме тупика в котором можно застрять блин а хорошее место было бы для секретика вполне в духе но тут просто расщелина так а вот эта вот башня меня немножко интересует вот хотя возможно что тут просто невидимая стенка я поэтому и не могу залезть ну да так и есть это невидимая стена блин вот ограничивают там где-то не стоило делать ну да я же говорю опять эти выродки появятся летающие пускай сюда летят короче запарили они я к ним не хочу подходить опять потом в воде их клыки искать эти в воде лодочку в воде что я понимаю я не floated в воде в воду его я боюсь но Нормально, я что, не достаю? А, полный запас. Там еще кислотный ходил, бегемот. Нифига себе, чтобы я так кислотой кидался, а. А, вон еще бошки летают. Оооо, а, стоять, стоп, я не буду его пока убивать. Давай вот так сделаем, а ты их сам перебьешь всех. А я патроны тратить не буду. Но он почти попадает, но не попадает. Хорошо, так, кислота у нас тоже имеется, и нужно поставить что-нибудь другое, вот, ух ё, называется не вздохнуть, не пёрнуть, блядь. Туда пошёл, там стреляют, туда пошёл, тоже стреляют, и тут стреляют, блядь, везде стреляют, заебали. Да иди ты лесом, блядь, голодная скотина. Он так много сносит своим кусанием, это кошмар. Ага, ещё плазма. А-а-а, ну не без этого, да. Опа, опана. Блядь, а то кто такие? Сука, невидимки. На, блядь. Блядь, а главное, ты не знаешь сколько их. Их не видно. Фу, блядь, какой же ужас. А-а-а. Да, тут можно так пройти. Ну ладно, пройти-то пройти, но меня чё-то так напихали с дрова, опять. Это... Их присутствие можно определить чуть-чуть по звуку, и когда краснеет прицел, если наводишь его на воздух, значит эти мрази там. Так, ну-ка, вот так сделаем сейчас. Ну, не такой уж тайник. Но тут главное не поторопиться, не разрушить кувшин. Хотя... Может, ещё как-то можно было туда попасть. Так, новое оружие. Плазмоган, мы его так и не проверили. Ага, вижу, сука. Понял. Это рейлган. Это рельса. На основной огонь у него выстрел лучом, который прошивается насквозь. Это рельса. А альт огонь, чё делает? Да? И чё это? Оно бьёт? Или это щит? Я тебя слышу, мразь. Бля, я так и не понял, что это. Реально похоже на щит. И оно не тратит патроны. О! Ну-ка посмотрим, оно щит? А-а-а! Это отражающий щит! Ясно-понятно. Сволочь! Прискакал, блин. Да. Классическая рельса. И очень неплохо сделанная. Вот этого, кстати, очень не хватало, наверное, оригинальной пушки. И сколько, вот, второго, третьего и четвёртого тоже. То есть, рейлган это такое оружие снайперское, которое очень мощно стреляет, но очень медленно перезаряжается между выстрелами. И дать этому оружию на альт огонь щит было очень хорошей идеей. Чтобы можно было защититься в момент перезарядки хотя бы от дальников. Вполне себе вариант. О-й-ё! Нет, мы сюда не пойдём. Ах, вы падла! Так, я думаю, что, давайте сохранимся, наверное, здесь пока что. И... Блин, напугал, зараза. И, пожалуй, пока всё. А ещё, кстати, у нас изображение плавает слегка. Видимо, типа, жарко. Да, контуры оружия плавают чуть-чуть, я вижу. Интересно, а если подняться выше, то этого эффекта... А нет, есть этот эффект. Наверное, во всей пещере жарко. Хорошо. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Рафаэйонов Руины. Всем до новых встреч, всем пока!